Зубы выпьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Еврейская семья и муж ходят дома голый, совсем, но в галстуке. Жена спрашивает, ты чего творишь? Чего раздетый ходишь? Он говорит, ну слушай, я могу дома расслабиться? Ну в принципе да, конечно, а зачем в галстуке? А вдруг кто придет? Настоящий мужчина всегда должен пытаться, а настоящая девушка всегда сопротивляться. Вот то же самое происходит в сфере свободы средств массовой информации и власти. Не суразица, это сапоги в смятку. Так и хочется спросить, сказал? Сказал. Сам-то понял, что сказал? Когда человек перестает удивляться, мы пара на кладбище. Человек пришел на Лубянку и говорит, я шпион, хочу сдаться. Мне говорят, а вы чей шпион? Говорит, американский. Ну тогда в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. Я американский шпион, хочу сдаться. А у вас оружие есть? Есть. В седьмую, пожалуйста, он в седьмую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. В десятую? В десятую. Шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. А средства связи есть? Есть. В двадцатую комнату пришел я шпион, у меня есть оружие, средства связи, хочу сдаться. Его спрашивают, а задание-то у вас есть? Есть. Ну идите и исполняйте, не мешайте людям работать. Правда ли, что вы обещали повесить свои кошельки за одно место? Почему за одно? Где деньги? Пусть деньги вернут. Мы же на бизнес-форум приехали, правильно? Давайте говорить конкретными категориями. Три сполнина евро, да, они нам... миллиардов, они нам должны... Пусть вернут деньги. Президент, российский президент не всегда выражается тихо, но иногда и несколько громко. Громко приходится выражаться для того, чтобы услышали. Госпожа федеральная канцлера сказала, что она пока не знает, кто несет ответственность за рекапитализацию проблемных банков. Я сейчас скажу шепотом. Надеюсь, что не за счет клиентов. Один олигарх разорился и с женой разговаривает. Он ей говорит, знаешь, нам придется продать Мерседес, нам придется купить вот Ладу. Ну, нормально. Придется переехать из осободняка на Рублевке. Придется переехать в нашу квартиру в Москве. Нормально, нормально. Ну, ты же меня будешь любить? Она говорит, буду очень любить и очень скучать. Вот посмотрите, что он сказал. Отношение России и Европы, это как отношение икры и водки. Но икра и водка, это российские продукты. Это продукты российского происхождения. Значит, они ведь привыкли в Европе как? По известному принципу. Сначала давай съедим твое, а потом каждый свое. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете? Я вообще не понимаю, что вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете, дровами топить? Ну, дрова тоже в Сибирь надо иметь. Брюско не судят сейчас за то, что он живет с женщинами. Если бы был гомосексуалистом, ему пальцем бы никто не тронул. Колбасу положите вниз. Вообще-то на все пройдет. Вероника, колбасу, все проще. Партийное собрание. Советский один из участников, Абрам Семенович, поднимает руку и говорит, «Ты посиди, знают уже там». Он, видимо, из региональной прессы. Он опять, у меня «Посиди». Он говорит, ну одно слово. Ведущий подумал, говорит, ну одно слово скажи. Он встает и говорит, караул. Чем ЦК, ну, видимо, вот, отличается от ЧК. ЦК цикает, а ЧК чикает. Он остался у нас в транзитной зоне. И чего нам делать? Ну, Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека. Наш посол с кем-то встретился. А чего послу делать? Это его работа, он деньги за это получает. Он должен встречаться, обсуждать текущие дела, договариваться. Он что там должен делать? Ходить во всякие заведения, что ли? За посещение которых у вас работы выгонят потом? Нет, это просто истерия какая-то. И никак не можете прекратить. Ну, таблетку, что ли, надо дать вам какую-нибудь. Есть таблетка у кого-нибудь? Дайте таблетку туда. Ну, правда, честное слово. Все 17 агентств по разведке США сделали вывод, что Россия вмешивалась в выборы, а не что все неправы. А вы читали эти отчеты? Я публичную, общественную версию, которая не засекречена, читала. Публичную, общественную версию. То есть, никакую. Я читал эти отчеты. Даже в этих отчетах нет ничего конкретного. Легче сказать, что мы не виноваты. Это виноваты русские, они вмешались в наши выборы. А мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает. Во всем евреи виноваты, понимаете? Сам придурок так ничего сделать не может, евреи виноваты. Прекратите. Я с трудом могу себе такое представить, что он побежал в Атель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя они, безусловно, и они у них самые лучшие в мире, безусловно. Но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это. Обвинение президента действующих в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты. Кстати говоря, я сегодня с ним уже на счет разговаривал. Придется объявить ему замечания, выговор. Потому что он с этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни со представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны. У нас две тысячи сотрудников администрации. Две тысячи. Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-середарь. Он несет иногда такую пургу. Я сама смотрю по телевизору и думаю, что он там рассказывает. Кто ему это поручил? Давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии. По добыче слонцевой нефти. А потом мы у них цап-царап. Задешево купим. Я пошутил. Только сейчас раструбят на весь мир. Цап-царап делать совсем не обязательно. Мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берлингов пролив США. Граница России нигде не заканчивается. Сказали о том, что существует проблема Украины и Крыма. Вы как бы разделили Крым и Украину. И это правильно. Обратите внимание, что сказала госпожа федеральная канцеля. Она сказала, что мы сначала советуемся с 26 другими странами, а потом излагаем общую позицию. В экономике это называется картельный сговор. А картель это всегда плохое дело. Надо бы иметь и собственную позицию. Эммануэль сказал, что у Европы и США есть взаимные обязательства. Европа зависит от Соединенных Штатов в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать. Мы поможем. Мы обеспечим безопасность. После окончания президентского срока вы уйдете из политики? Или все-таки вы продолжите быть во власти и станете премьер-министром? А как бы вам хотелось? Я хоть и не очень хорошо, может быть, учился в университете, потому что пива много пил в свободное время. Но все-таки кое-что помню еще с этого. Вот это, кстати, я с вами на обложке вот здесь. Вы помните нашу майскую встречу? Конечно. Я... У меня... У меня после нее наладилась личная жизнь. Вышла замуж наконец-то. Вы, кстати... Давайте так поподробнее объясните всем, что происходит, иначе... Ну, не за вас, а за своего мужа. Для того, чтобы подчеркнуть особый, доверительный, стратегический характер отношений между Германией и Россией, предложу, чтобы в 2018 году немецкая сборная выступила за Россию по футболу. А российская за Германию. Но господин Гиде Вестервелли что-то замахал руками. Я не понял. То ли от восторга, то ли от возмущения. Какой результат должны показать наши сборные, и как выступить на предстоящем домашнем чемпионате мира. Валерий, я хотел от вас это услышать. А вы так ловко мне мячик перекинули на мою сторону. Что касается запрета пропаганды гомосексуализма, речь идет не о введении каких-то санкций за гомосексуализм, либо за... Ну, в общем, понимаете, за что. Вы даете гарантию? Слушайте, я... Вы что, хотите, чтобы я землю ел из горшка с цветами? Вы дела возбудили противника? Нам было отказано возбуждение, потому что, как бы, отсутствует потерпевший. Зайдите ко мне после. Сейчас мы найдем потерпевшего. Уважаемый Владимир Владимирович. Я вас не вижу, секундочку. Я вот здесь. Наверху. Да, да. Вы в тени. Надо выходить из тени. Геннадий Игоревич, за спиной портрет Пушкина. А где жил Владимир Ильич? Карманс. А вот Владимир Ильич, подъехал. Хорошо. Решил перекусить. И правильно. Раз, дорогой! Да ты вы... Чего страшно унесся? Молчи, сынок. Молчи, сынок. Напоминает мне разговор в юридической консультации, когда бабушка приходит, говорит, адвокат, имею ли я право? Он говорит, имеешь бабушка. Она, ну нет, я хочу спросить, имею ли я право? Да имеешь. Могу я или нет? Нет, бабка, не можешь. Россия пытается осуществлять вмешательство в выборы в США, запланированное на 20-й год, как утверждает Мюллер. По секрету, я вам скажу, да, обязательно будем это делать. Чтобы вам окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Помните известный детский стишок? У нас в квартире газ, а у вас, и у вас есть, и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной, честной работе. Задержка из-за финансового вопроса, я надеюсь, что он будет решаться. У евреев проблемы с финансами. Это только в Крыму это возможно. Синзо говорил о том, что в Японии начали быстрее ходить. Это хорошо. Скажем, у нас в Чечне или в Дагестане ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию. Я прям подумал, что мы с тем семейством, и все еще прихватить, и переехать туда поближе к Москве. И тещу хотите взять? Ну, а теща такая классная. У вас хорошая семья. Да, вот. Я вот иногда рассказываю вам всякие шутки на этот счет. Могу сказать очередную, но она тоже с бородой, но все-таки более современная. Это вот, знаете, у бывшего офицера, значит, сын приходит к нему. Да, и он сына спрашивает. Сынок, вот здесь вот у меня кортик был. Я не видел кортик. Он говорит, пап, не ругайся. Я его поменял у мальчишки с соседнего двора на часы. Он говорит, ну, покажи. Посмотрел. Часы хорошие, молодец. А знаешь, вот завтра придут нам бандиты и грабители. Меня убьют. Маму убьют. Сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь, добрый вечер. Московское время, 12 часов 30 минут. Сказать вам анекдот про израильскую армию. Молодого солдата спрашивают, если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму УЗИ и буду стрелять. Молодец. А если на тебя идут танки, я возьму, значит, гранатомет, буду защищаться. Молодец. А если вот самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают? Он говорит, господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии? Я вот хотел спросить, я что, один разве здесь на этой панели? У нас хоть и три богатыря известная картина, да, и можно идти в трех направлениях, но если мы какие-то сбои допустим, могут послать еще по одному направлению. У нас народ знает, куда. Вы сказали, что Россия находится между Востоком и Западом. Это Восток и Запад находятся слева и справа от России. Если вспомнить наше детство, во двор вышел, конфетку держит, дай конфетку, в потный кулачок зажал, а ты мне что? Вот мы хотим узнать, а они нам что? Все проходит. И это пройдет. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу. Редактор субтитров А.Семкин